История христианской церкви Он сказал Израилу следующее и всем вышедшим из Египта Что я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства Да не будешь соблюдать богов пред лицом моим То есть он один только лишь, никого другого И каждый раз, когда Израиль согрешал, он начал молиться кому-то еще помимо Господа Приходили большие проблемы В жизнь церкви также ворвались очень большие проблемы Именно после вот этого рокового третьего собора Фескова Кстати, некоторые православные священнослужители Ортодоксальные, традиционные, эхохриформатор, обновленец Говорят мне, о, вот ты не почитаешь Третий Вселенский Собор Как же ты называешься православным? Я говорю, братья, послушайте А какой? Я почитаю, ну посмотри, какой? Не 22 июня, а 26 июня А почему? Не просто мне понравился больше другой собор, альтернативный Нет, а потому что их решения были основаны, этих отцов, на Божьем Слове, на Библии И поэтому любое решение, любой церкви, динаминации, там, собора, собрания большого или маленького Можно проверить именно чем? Вернейшим пророческим словом, которое есть Слово Божье, Библия И это правда Кстати, значит, святитель Филарет, Филарет Дроздов, митрополит московский В 19 столетии ему подлежит очень интересное высказывание Филарет Дроздов, Филарет Московский, он сказал следующее С семинаристом, православным будущим священнослужителем и священником некоторым Что в православной церкви сохраняются как истинные предания, так и ложные предания Ему сказали, владыка, но как же нам теперь отличить истинные предания от ложного? Ведь и то, и другое в церкви Он сказал, то предание, которое противоречит духу и букву Писания, является ложным преданием А что не противоречит духу и букву Писания, является истинным преданием Но в 19 столетиях, в столетии, в условиях вот этого царского самодержавия, в условиях именно цесарепопизма тогдашнего Когда в своде законов Российской империи было написано, черно-по-белому, что глава церкви, его императорское величество Нельзя было ничегошеньки сделать Но когда царизм пал, именно в начале 20 столетия, почти 100 лет назад, начался процесс освобождения церкви И начались первые толчки такие, православной реформации, история обновленческого движения в православной церкви Кстати, Московский храм Христа Спасителя, потом взорванный большевиками, был в те времена центром православной обновленческой церкви Обновленческого движения православного Среди участников которых был даже и дедушка известного артиста нашего Михаила Боярского Метрополит Александр Боярский, мало кто может об этом знает еще, но его дедушка, нашего русского Д'Артаньяна Он был православным метрополитом И был одним из вождей православной реформации, обновленческого движения В Петербурге, Петрограде и потом в Ленинграде И он был расстрелян в 1937 году по указке Сталина, по звонку из Москвы, без всякого суда и следствия Родственникам сообщили, что якобы он без права переписки просто был выслан куда-то А после смерти Сталина семью известили в 50-е годы уже, что так и так, что никуда его не вывозили Никуда его не сажали, просто-напросто в подвале тюрьмы взяли и расстреляли Без всякого суда, просто по указке генсека, там кто он там, кем он был, этот тиран И почему Сталин боялся насчет Боярского Александра Метрополита Потому что это был на самом деле один из, его называли рабочий батюшка Даже когда ЧК в 20-е годы его арестовывало, то, значит, его ждали, ну, он был репрессирован С ним могли поступить, как хотели власти, но питерские рабочие вышли на манифестацию И по просьбе уже именно рабочих этих коллективов Петрограда Этот священнослужитель был отпущен на свободу тогда И это было, конечно, таким, ну, шоком для местных властей, для ЧК Что рабочие Петрограда вступились вот в полном таком составе, очень дружно Многодысячные собрания такие выступили за этого священнослужителя Его называли с тех пор рабочий батюшка Значит, и Александр Боярский был одним из лидеров обновленческой церкви Но об этом можно потом рассказать еще, хотя у нас времени будет очень мало Вернемся в ту древнюю эпоху, это будет интереснее еще Через Многобожие пришли, знаете ли, беда одна не приходит Здесь пришли семь злейших буквально Вместе с Многобожием пришел целый букет других проблем Кстати, вместе с Многобожием, по сути, параллельно с Многобожием Пришло и идолопоклонство, которое выражалось и выражается сегодня в христианстве В поклонении, в почитании икон, крестов и религиозный культизм Который выражается в почитании мощей, останков умерших и в молитве за упокой Примерно параллельно всему этому распространялись эти ереси Но главный спор был на тему Многобожием Быть или не быть, молиться или не молиться кому-то не было помимо Господа Запомните одно Очень легко будет вам запомнить Что первых четыре столетия христиане На севере и западе, на востоке и юге Во всей Римской империи, Византийской империи Потом уже не молились никому помимо Господа Триста лет гонений И потом целое столетие уже мирной церкви Не было практикой молитвы никому помимо Господа Так вот По поводу идолопоклонства Икон в христианстве не было Какие факты вспомним сейчас мы с вами Вчера, помните ли, я рассказывал о императоре римском Александре Севере Третье столетие Помните, да, 222 год нашей эры Так вот В те времена Когда христианству была дана свобода И строились здания свои Даже в Риме самом было построено здание христианской церкви Так вот У христиан не нашлись никакие изображения Абсолютно никаких Не нашлось изображений И даже когда была просьба императора Хотя бы портретное описание дать Христа Чтобы по словам составить такой некий робот Фоторобот Христа Но христиане, оказывается, даже описание портретное не имели Среди своих общениях Потом прошло время снова гонений Наступило очень тяжелое время Диоклетяновских гонений Потом наступило время свободы В начале 4-го столетия После 313 года Когда было время свободы Один из епископов церкви Засел за такой труд Большой труд История христианства Написал книгу «История христианства» Это был архиепископ В Кесарии Не Кападокийской А в Израиле Город Кесария Развание, которое показывают до сих пор Там была написана церковная история Звали этого епископа Евселий Евселий Кесарийский Так вот его пишут в истории Евселий Кесарийский Это наш христианский Геродот Будем так говорить Он отец истории христианства Он написал книгу истории христианства Церкви или истории христианства Потому что пришло время свободы И он решил собрать информацию О всех этих временах гонений Прошло уже 300 лет И к тому времени почти 300 лет Было уже христианство И он решил собрать информацию О жизни церкви Начиная от последней главы Деяний апостолов И до современных ему событий Но минусом этой работы было то Что он писал в основном о восточной церкви О западной очень мало что он написал Только лишь о востоке в основном рассуждал Так вот и получилась очень интересная работа Скажу что это уникальная работа На самом деле в истории христианской церкви Он сам застал эпоху гонений Он видел как христиан пытали и убивали Потом он разговаривал со старшими братьями Которые сидели за веру Которых репрессировали за веру Которые видели подвиг мучеников многих С их слов он тоже записал многое Потом были даны ему возможности Ознакомиться с делами Которые судебные заседания римские Они записывались И поэтому допросы христиан Многих они были записаны на бумаге Ну на чем там писался Вот и Евсений Кесарийский мог ознакомиться с этими документами И тоже использовал в своих работах В своей работе История христианства Большей частью эта работа сохранилась до наших дней На английском она есть в полной редакции На русском до сих пор ее нет в полной редакции Есть цензурные издания Еще царские И новые издания Которые просто Переиздают старые издания На английском есть бесцензурные издания Именно в полном объеме Поэтому англическим христианам очень сильно повезло На сайте библиотеки Конгресса США Можно взять в электронном варианте Полную версию Как раз именно Евсений Кесарийского Церковная история Так вот Ну не говоря уже про греческий язык На греческом она есть тоже в полной версии безусловно Так вот Но нам, русскоязычным христианам У нас тоже есть что сегодня вспомнить Дело в том, что на русский язык Также приведены некоторые письма Переписка Евсений Кесарийского сохранилась Многие письма его И к нему письма Сохранились Оригиналы писем хранятся тоже в библиотеках мира В частности в Ватиканской библиотеке И также в библиотеке Конгресса США Выставляется на сайтах Конгресса США Можно взять тоже оригинал Копию Ознакомиться с копией Этого письма И также Лувр выставлял одно время Как раз переписку Евсений Кесарийского Оригинальные письма Евсений Кесарийского Это документы, которые свидетели Против идолопоклонничества Дело в том, что Это очень важно отметить Сам Епифаний Ой, Епифаний Евсений Кесарийский Извиняюсь Евсений Кесарийский Он вел переписку Даже с домом императора По крайней мере Помните, я вчера говорил Что на заходе был Константин Великий А на востоке был Ликиний император Помните, да? Ну, хорошо Запомним так Я постараюсь минимум Говорить все-таки Этих имен Но нужно запомнить Некоторые имена На западе был Константин В четвертом веке На востоке был Ликиний Так вот, у Ликинии была жена Констанция Кстати Которая была родной Сестру Константина Императора То есть И вчера Я помню, я говорил вам Что три сына Константина Тоже назывались Нака Очень интересная семья Наверное, да, была? Всех остальных Но не Нака Всех репрессировали Как ни странно Это может совпадение Может быть это Злой умысел какой-то был Так вот И Констанция Которая была замужем За Ликинием Она писала письма Этому христианскому Архиепископу И историку Как авторитетнейшему Человеку Своего времени О чем же писала Императрица? Она Задалась целью Нарисовать Образ Иисуса Христа И Дело в том, что В то время Уже Когда письмо написалось Тысячи церквей Уже были построены По всей Римской и Византийской империи По всей Римской империи На востоке, на западе Но ни в одном Из этих храмов Из этих церквей Ни в одной из этих церквей Не было никакого изображения Абсолютно И Понимаете ли Людей Привыкших От своих бабушек Дедушек К идолопоклонству Привыкших Это было очень чудным Все Очень странным Они смирялись И говорили Да, это хорошо Хорошая религия Но Чего-то мне не хватает И вот императрица Задалась целью Такой Как в принципе Имама Константина Елена Задалась такой целью Именно Языческие традиции Принести В одной из церквей Было принято решение Нарисовать образ Иисуса Христа И конечно же Слава Богу Что Епископы С которыми Императрица пообщалась Наотрез Отказались От этого проекта Заявили Что это будет Расколом церкви Это будет ересью Но Чтобы Все вопросы Разъяснить Она написала письмо Большое письмо К этому Архиепископу Уважаемому на Востоке И к историку церкви Потому что У него Вся информация Собиралась О прежних Христианских церквях И вот Она написала Что Есть ли где-то Или было ли Когда-нибудь Сделано Изображение Иисуса Христа Или Сохранились ли Портретно-писание Иисуса Христа Потому что Евсений Собирал Информацию Очень Большую Так вот И Евсений Хессарийский Официально Ответил ей Это письмо Сохранилось Оригинал Звучит Очень интересно В русском переводе Тоже не менее интересно Звучит Но в оригинале Звучит Еще более интересно Скажу вам я Я не знаток Латыни Но Мне было достаточно Просто-напросто Взять некоторые слова И перепроверить их По словарю И я был Удивлен Очень сильно удивлен Что Ответ Евсений Был очень резким Гораздо более резкий Чем в русском переводе Написано В русском переводе Написано Современно Этого письма Что Но он написал Да Что по его мнению Однозначно И по мнению Христианских И других епископов В христианстве Не только не было Но и невозможное Изображение Христа Потому как Это является ересью Но в буквальном Оригинальном тексте Стоит слово Которое означает Сатанинский обычай Он очень резко Ответил ей И дальше написал ей Что если она будет Подобное Дальше Проводить И будет Ну как бы Пытаться Нарисовать Христа В церкви Это будет Сатанизмом Буквальное слово Которое там переведено Как именно Ошибка Или там Или там что-то еще Переводится как Сатанизм То есть архиепископ В начале четвертого столетия Считал это Сатанизмом Делать портрет Христа В церкви Больше того Все епископы Восточные Однозначно Императрицу Убеждали Отступить От этого замысла И слава Богу Констанция Хватила мудрости Разума Не делать этого В церкви И как бы Христиане Облеченно вздохнули Но Рано Христиане радовались Потому что уже В конце четвертого столетия Появились первые изображения Христа Марии И апостолов Это было из Африки Эта ересь пришла из Африки Пришла опять-таки Северо-востока Африки Параллельно Именно с Многобожием Проталкивалась идея Идолопоклонства И Это было очень страшной Ошибкой церкви Конечно Которая допустила Подобные ереси Но почему они пришли в церковь Через Цезарь и Папизм То же самое Как и Многобожие Через Цезарь и Папизм Еще Епифания Кипрского Вспомню опять Как вчера вспоминал Сегодня вспомню Опять Дело в том Что в описании Жизнеописании Этого Святого Есть Следующий Момент Очень интересный Который тоже заставил Ерзать Господина Диакона Андрея Кураева Потому что Первое упоминание Изображения Христа Именно Не мифическое А именно Документально Зафиксированное Было В конце Четвого столетия Именно привезено На Кипр На Кипре В городе Анаплате Был выставлен На холсте На материи По крайней мере Образ Христа Больших размеров И Это был Как раз Момент Когда Епифаний Припосетил Этот город Анаплате Так вот И что же Сделал Святитель Епифаний Он собственно Ручно Об этом Есть описание Очень интересное Он уничтожил Это изображение На глазах У собравшейся Церкви Заявив Что это Есть повод К идолопоклонству Что это Есть не слава Города Анаплате А его Позор И В общем-то Первое изображение Христа Известное В истории Было уничтожено Святым Православной И католической Церкви Сегодня В Москве В области Да и по всей Руси Матушке Очень много Изображений Самого Эпифания Кипрского В Москве На Кропоткинской В переходе Как раз Где там Монашки Выставляют Сейчас не знаю Но вот Несколько лет назад Выставляли Множество икон На продажа И там Есть Такой Деларек И не один Где продаются Эти иконы Образа Специально Поинтересовался Именные Иконы Их очень много Разных имен Сотни разных имен Варианты Маленькие Большие иконы Плакаты На иконостас Так вот Эпифания Кипрского Были очень Разные Варианты Начиная От маленького Медальончика Как бы От порчи От сглаза Якобы Помогает Эпифаний А также Большие Изображения Для Наклейки На стену В храме Внутри Допустим Под лагом Представьте себе Если бы Сегодня Эпифания Воскресить Показать ему Все это безобразие Что бы он Сказал Братьям Православным Католикам Он сказал бы Кошмар Что вы делаете Я думаю Он с большим Этузиазмом Просто бы Уничтожал бы Эти изображения И говорил бы Братья Не делайте так Вообще Вы что Сам он Учил Как раз Обратному Не поклоняться Нам изображениям А наоборот В основном Против Даже Искусства Такого в церкви За сто лет До этого события Ну почти сто лет Лет за восемьдесят До этого Значит В Испании В городе Эльвире Был собор Поместный собор Христианской церкви В основном Были испанские Французские Епископы С нынешней Португалии Были епископы Так вот Очень интересный Факт есть Эти епископы Рассуждали Возможно ли Изображение Живопись Допустим В церквях Епископы Некоторые Предлагали Живопись Делать в церквях А именно Пейзажи Натюрморта И аллегории Допустим Иисуса В виде пастуха Так вот И подавляющее Большинство Епископов Однозначно Выразилось Что такая Живопись Рода Она будет Провоцировать Кынло Поклонству И не допускать Было принято решение Живописных Изображений В церквях И поэтому Целых Снорин до конца Из Африки Их привозили В северо-восток Африки С Египта Непосредственно Торговцы И конечно Поначалу Христиане Чурались В этих изображений А потом Когда Все это Произошло Нечестие Третьего Собора Вселенского И когда Епископы Нормальные Порядочные Епископы Библейские Верующие Были репрессированы На их места Были поставлены Как правило Малограмотные А порой Безграмотные Африканские Вот эти вот Епископы Мракобесы Монахи Знаете ли Которые не мылись Десятилетиями Которые жили Вот таким образом Странным Так вот Именно через Вот это все Идолопоклонство Стало распространяться По востоку По всему востоку На западе Оно пришло На западе Пришло позже Почему? Потому что на западе Не было таких страшных Репрессий И не было Столько много Африканцев Там епископов Там были Единицы буквально В основном Черный епископат Был именно на востоке Потому что греческий Был почти полностью Репрессирован Епископат То есть старшие пастыри Были репрессированы На востоке И страшные ереси Пришли Именно тогда А что было потом? В 451 году Через 20 лет Ровно 20 лет прошло После третьего собора Произошел Четвертый Вселенский собор В Халкедоне И на этом соборе Был легализован Откровенный оккультизм Мало того Что в почитании Ну об иконах Так мало говорилось В основном говорилось Именно об откровенном оккультизме А именно Молитва за умерших И использование мощей В практике Богослужебной Вы скажете Как могли Легализовать Оккультизм Просто-напросто Потому что Могли Это сделать Потому что За эти 20 лет Монашество Просто-напросто Взяло власть Полностью В свои руки По всему востоку И Конечно Привело это К печальным последствиям Интересный факт Такой Пример я приведу Так будет проще запомнить На 4 соборе В Халкедоне Отцы собора Участники собора Произвели Такой Спиритический сеанс Прямо Среди Белой дня Если допустим До того До этого 4 собора Спиритизм Практиковали Монахи Чаще всего Без свидетелей В пустынях И Их опыт О спиритическом Общении С умершими Допустим Мы знаем лишь С их слов Или со слов Их учеников Как правило Без свидетелей Или же С очень немногими Свидетелями То здесь Впервые Спиритизм Был Продемонстрирован Именно В церковном Собрании На церковном Соборе Для этого Останки Мощи Труп Святой Ефимии Всехвальной Так называемой Ефимии Мученицы Был Открыт Гроб Ее мощи Были открыты Останки То есть Ее казнили Ее казнили Больше 100 лет Тому Еще перед тем То есть Она была Больше 100 лет Потому что Мертвой И в условиях Пустыни Халкидонской Она была Просто Высохшей Ее останки Извиняюсь за подробности Но вот Что было сделано Монахами Монахи Помолились Этой Святой Чтобы она Дала ответ Свой Чтобы она Сказала им Кто же из них Прав И кто больше Про боли Прав Допустим Для этого Они поместили В ее гроб Свои рукописания Закрыли гроб И молились Этой Святой Потом Открыли Гроб И видят Одно из этих Рукописаний У нее в руках Остальные в ногах Сказал Председатель Вот видите Господа Участники Забора Вот Ефимия Дала Такий ответ Оппозиция Запротестовала Сказала Что это Фокусы И поэтому Сказали Мы не верим Таким этим Фокусам Сказал Председатель Следующее Хорошо Давайте теперь Не закрывать Гроб А спросим Ее Открытым Текстом Они молились Ефимии Каким-то образом Вызвали ее Дух Каким-то образом Ее труп На время Ожил Ну рука По крайней мере Ожила Так говорит Официально Православная Церковь Католическая Также И ее Она протянула Покойная Бошей столи Тоже покойная Протянула Свою руку И отдала Руку Писанию Председателю Тот Был очень доволен Оппозиции И после этого Не поверил Ее пришлось Репрессировать В общем-то Фокусы Мало повлияли Даже Такие страшные Фокусы И Но с тех пор Вот Начиная с этого Злополучного Четвертого Собора Использование Мощей Стало повсеместным На востоке По крайней мере На западе Опять-таки С большой задержкой Лет в 50 Даже Почти 100 лет Задержка была Но на западе Но на востоке Начиная с того Самого Четвертого Собора Религиозный Оккультизм Стал практиковаться Вовсю И Если Сомневались Люди Некоторые Допустим Общины Церкви Сомневались Надо ли им Им иметь Трупы Или фрагмент Трупа У себя В церкви В здании Церковном То Священнослужители Обычно Ссылались На опыт Отцов Четвертого Собора И говорили Вот видите В присутствии Представителей Императора В присутствии Всех Отцов Собора Молились Ефимии И она Дала ответ И это Есть Как бы Подтверждение Правдивости Этого Учения Какой Кошмар Со временем Родилось Очень много Всяких Суеверий И Лжеучений В общем На эту тему Их не Перечесть Знаете ли Их Очень много Сегодня Получился У нас Такой День Знаете ли Мне пришлось Говорить О многих Ересях И я еще Кое-то расскажу Страшное На ночь Но я знаю Что вы не робко Вы десятка И В общем-то Скажу Что Использование Мощей Оно Стало Повсеместно На востоке Каким образом Во-первых В основании Церквей Это стало Уже Обязательным Действием Не сразу Но со временем В основании Церквей Допустим Строящихся Вкапывались Мощи Останки Святых Это считалось Особым благословением Как бы Этого храма Сегодня Эта практика Продолжается И когда Допустим При Горбачеве Была Свобода И стали Строить Многие Церкви Православные То Была В СССР Большая Нехватка Мощей То Мощная Греция Оказала Гуманитарную Помощь Сотни Килограмм Мощей Были Ежегодно Переправляемы В СССР Как Муманитарная Помощь Я Разговаривал С одним из Священнослужителей Уже ушел В вечность Он уже Можно говорить Его имя Авель Его звали Авель Никаин Слава Богу Он был Архимандритом Так вот И именно Авель В Рязанской Епархии Где я Был молодым Священником В 91 году Он занимался Поставкой Мощей И ежегодно Сотни килограмм Привозил Этих останков Для строящихся Повсеместных И восстанавливающихся Храмов В Российской Федерации Таких как Авель Были десятки Священники Перевозили Тоннами Эти мощи Вы скажете Откуда же в Греции Столько мощей Ну нехватки Святых Там Как бы явно Нет Значит И На сегодняшнем Греция является До сих пор Является Главным Поставщиком Мощей По всему миру Вообще Кстати Так что им Кризис не страшен Какое-то время Можно из Евросоюза Выходить Им все-таки Как бы На мощах Проживут Долго братья Мощная Греция В чем же Ее мощь-то Где ее мощи Хранятся Знаете В Греции Есть такая гора Хитрое очень Такое место Называется Гора Афон Полуостров Который выдается Значит В море И соединяется С материком Небольшим перешейком Таким Так вот Гора Афон Она полностью Изрыта Километровыми Такими Галереями Подземными Ходами Подземными Монастырями Иноземными Монастырями И в этих Галереях Тонны И тонны Этих Мощей Начиная С 7 Столетия Официально С 7 Но неофициально Еще и раньше Потому что Историки Имевшие Возможность Исследовать Некоторые Эти галереи Заявили Что Галереи Некоторые Были вырыты Задолго До того Как официально Эта гора Стала Монашеской Горой Задолго До 6 Столетия До 7 Изменяю Столетия Потому что В 7 Столетии В 668 Году Официально Эта гора Стала Монахам Прилежать Так вот И В горе Афон Сохраняются Очень такие Варварские Обыча Откуда у них Столько много Мощей Представляете Сколько Столетий Они копят Эти кости И туда Свосят Отовсюду Но Главные Поставщики Главные Мощи Это Сами Вот эти Святогорцы Монахи Жившие И живущие Там на горе Афон Когда Монах умирает Очередной Его закапывают На 3 года Его тело Закапывают В землю После 3 лет Примывания В земле Его Останки Раскапываются И Монахи Смотрят Мощный Лебрат Или Нет Если Кости Белые И рисунок Соответствуют То есть Они по костям Гадают Это древние Обычаи Еще в Риме Был известен Гадание по костям О судьбе Посмертной Судьбе Человека Они сохраняют Как ни странно Единственные В православном мире Официально Я не слышал Больше нигде Вот как бы О подобном В православном мире Они сохраняют Традицию Гадания по костям Гадания по останкам И по рисунку И по цвету И по другим параметрам Они определяют Где находится душа В раю Или в аду Или застряла Где-то там На околозельной орбите Но чаще всего Признаются Останки Мощами Тогда они благополучно Переносятся В эти генерии И там хранятся На лучших времен Сегодня в России В Украине Белоруссии Другие страны Бывшего безбожного Советского Союза Очень много Тонны и тонны Этих Братьев С Афона Хранится В разных храмах Я убежден Что и здесь В Кемерово Хоть отправляю Этих Афонских мощей Потому что Все новые храмы В основном Были построены На как раз Этих Афонских Завезенных Импорт Святых Со своей Была проблема Большая Напряженка Тогда в СССР После национализации Мощей При Ленине Был такой проект 20-х годов Очень интересный Так вот И Но у них Такое интересное Обычай Если допустим Они вырывают На третий год Монаха И его Допустим Останки Нетленны То тогда Они считают Что Его тело Земля Не принимает И считают Его Неудачником Поэтому Его Не закапывают И не вносят В галерею А его тело Оставляют На поверхности До самого Момента Полного Истления В России Обычно Наоборот И в других Странах Православных Регионов Церквях Обычно Наоборот Если нетленные Мощи Значит они Являются Особо Святыми Там На фоне Сохраняется Другой Обычай Они признают Нетленные Именно Признаком То что Земля Не признала Его Написано Прав Ты в прав Возвратишься Как бы Они вот Значит Не стало Прахом Его тело И ждут Истления Тела И когда Тело Истлеет Они так же Истледут Его кости И определяют Помилован ли он Или не помилован Но по большому счету Считается так Что все Похороненные Там на фоне Монахи Жившие Они будут Вымылены Рано или поздно Так вот Однажды Раскопали Одного монаха Там брата Кости Соответствуют Мощам Кости Все мощи Но Рука Нетленная Братья Посвящались Не просто братья А вот именно Вот эти вот Старейшины Аксакалы Священный кивот Святой горы Заседал Старцы Заседали И решали вопрос Что же делать С этими костями Как бы И было принято решение Откровение Одному из старцев было Что вот Даже из писания Место нашли Что лучше тебе без руки Мать и в царство И они сказали Что сам брат Он пошел в царство Но рука Попала в ад Как бы Не все сразу поверили Вызвали Тех монахов Что при жизни Знали этого монаха Стали выяснять Чем же грешил брат Да Оказалось Что сам был Они говорили Братья Святой человек Но рука Была грешная Вот И чтобы руками Не грешили монахи Было принято решение Эту руку Тоже Не хоронить Никуда А оставить В пещере Но в предостережении Братьям А то рука Может попасть Значит Короче Для рукоблудников Большая проблема Рука Да Почему только рука Странно Я не знаю А русские люди Этого не знали Всего этого В письмах Святогорца Эта книга Такая очень интересная Рассказывается Об этом происшествии В Российской империи Это было В 19 столетии Все что я сейчас Рассказывал Хотя сейчас Это все происходит В наши дни Когда космические корабли Говорят Братья просторы Вселенной В наши дни То же самое Но В 19 веке С Российской империи Приехали паломники Ну туристы Как бы да И они воровали там Оказывается мощи Все другие туристы Не воровали А наши Оказывается воровали В России Это не было напряженок Напряженка с мощами Но как бы вот Хайкуды Ну короче Там ребрышко Там позвоночник Там челюсть Они же не знали Греки Как бы Хотя тоже хитрыми Слывут Но как бы Да Русский родился Грек заплакал Наверное Можно так перефразировать Одним словом Греки не догадывались Что их обворовывают Значит Ну там тонны мощей Там знаете Пару гостей исчезнет Даже не заметят А какие скелеты Там пропали Кто его знает Так вот И в конце генерии Вдруг Русские паломники Видят Рука нетленная Они как сообразили Нетленная Значит Вот она Сама святость Да Им же там Не перевели Не рассказали Эту историю Еще Так вот И попытались Тянуть целую руку Не получилось Она была крепко Прикреплена К стене Тогда Один из этих туристов Руссо-туристов В облике морали Он значит Стал отвлекать Этого экскурсовода Монаха А другой Стал Отковыривать руку В отчаянии Не получилось у него Отковырять эту всю руку В отчаянии Он стал Выламывать И выгрызать Пальцы Этой руки И в это время Экскурсовод Поворачивается Немая сцена По Гоголю Знаете Конечно Всю группу туристов Паломников Обыскали Нашли там Килограммов Много очень Это значит Знаете Наворованных костей Значит И написано Это в книге 19-го столетия Написано Что с тех пор Откуда бы С какого бы страны мира Не приезжали паломники Ходит с ними По-прежнему Один экскурсовод Но когда приезжают С России гости Всегда ходят два экскурсовода Один спереди И все объясняет Показывает А другой сзади И смотрит Не стащат ли Знаете ли Да Вот это Ну как бы смех смехом Но вот Такое происшествие А потом им объяснили Что эта рука Какая-то грешная Короче Тут еще У нас своих грешников Хватает еще Чистит зубы Да Вот так господа В косах попали Эти туристы Паломники Но Использование мощей Не только вот В основании храмов Но даже и В самих этих Престолах Здесь на слайдах Можно будет посмотреть Потом я оставлю Эти слайды Их много Здесь 950 слайдов Рассчитан на 4 недели Курс истории христианства Поэтому там Очень много Так вот И вот Если вы были в храме Или бываете Может в храме православном Вы заходили Заходите Видели что Там есть алтарная часть Она делена иконостасом Такую перегородку Ненужной конечно же Но Как бы ее возводят До сих пор Эта перегородка Завеса там есть Хотя она уже разорвалась Давно уже Но Ее как бы Привесили Значит как бы И временами она Закрывается Временами открывается И когда она открывается И двери Врата царские открываются То люди видят Очень красивое зрелище Они видят престол Красивый Снаружи Но внутри Он наполнен Нечистотой Костями Мертвыми Любой престол По всей России Матушке Наполнен костями Внутри Непосредственно Есть такое Перекрестие И гробик ставится Сантиметров 30 Больше бывает меньше В этот гробик Вкладываются кости И заливают воском Чтобы не воняло И прочее И закрывают Очень прочно И укрепляют Посреди Посреди этого престола Это считается Как бы Вот эта святость Что Вот святыня Что как бы Благодать сходит На этот престол На храм И хлеб Вино Там они превращаются Там Значит Буквально Значит Знаете ли Такая Теология каннибализма Странная очень Тело и кровь Буквальная Значит И Все это очень пахнет Нездоровой мистикой Но Что есть То есть Это оккультная традиция Которая Перекочевала С других религий В частности Древних египетских религий Когда Тело Осириса Ели Непосредственно Значит Его плоть Как считали Тогда Жрецы Оккультные Иисус Когда он говорил О том Что есть его тело И пить его кровь Он предупредил Так же Что его слова Это дух И жизнь Что это Не надо буквально Понимать Как некоторые Стали возмущаться Там Значит Вот Что он приносит Такое Что за ересь Такую несет И даже ученики Некоторые отошли От Иисуса В то время Но Жить жизнью Иисуса И Знаете ли К сожалению Вот такой Буквализм Он Принесен Из Окультных Традиций И религий Он подкрепляется Вот этими мощами Что как бы Это есть гарантия Того Что благодать Сходит А на самом Престоле Шелковый плат Называется Антиминс С изображением Мертвого тела Иисуса Лежащего По гробе И у Иисуса Здесь примерно В животе Вшивается Обычная фаланга Пальца Или кусочек Позвонка Насчет Мертвого Святого И прошивается Контрольной ниточкой Такой Знаете ли Это считается Именно Залог Этой благодати Вот опять-таки И Это все Влияние Окультизма Оно дошло До наших дней Католическая церковь Была В тех же самых проблемах Что и Православная Но Слава Богу За братьев наших Католиков Которые пошли Путем реформ И после Второй Мировой войны Католическая церковь Набравшись Смелости Слава Богу Они решились На некоторые Реформы И они Отказались От этого Колдовства Отказались Не во всем Но По крайней мере От практики Использования Мощей Повсеместных Таких Теперь в костелах Новых костелах У вас тоже есть В Кемерово костел Я знаю И это новое сооружение Новый костел И поэтому Я скажу так Что в этом костеле Как и во всех Костелах построенных После 1965 года Нет мощей Нет костей И слава Богу Слава Богу Хватило мудрости У отцов Второго Ватиканского Собора Заявить Что мы Освобождаемся От этого Слава Богу Кстати В православных Церквях Не только в России Не только в странах Бывшего безбожного союза Но и в других странах мира До сих пор Сохраняются Эти мертвые традиции Оккультные традиции За исключением Некоторых церквей Ну опять таки В нашей церкви В нашей Именно украинской Реформаторской Православной церкви Нет Такой практики И в некоторых Других церквях В частности В США Я был в церквях Харизматик Ортодокс Чорч Харизматическая Православная церковь Есть такая Патриарх этой церкви Белый американец Марк Керси Я с ним общался Я был у него в Сан-Августине Это во Флориде Это как в Украине Есть Крым Да А это Значит В США В США Есть Флорида Штат Это Такой курортный Будем так говорить Полуостров И там Есть город Сан-Августин Это самый старший Старый город Северной Америки Его еще Испанские Конкистадоры Основывали в свое время И там Разваленные форты Есть И музей Так вот И в этом городе Находится центр Международный центр Именно Православной реформации И так называется Церковь официально Харизматическая Православная церковь Это как правило Священники Значит Американцы Греческого происхождения И С других Стран Выходцы Так вот Крещеный Духом Святым Там же во Флориде Есть еще другой городишко Маленький Миромарбич Там Отец Евсеви Стефанопулос Это греческий Священнослужитель Старейший Штата Флорида Который крещен Тоже Духом Святым Это старец Со знамением Молитвы на иных языках И Он был крещен Духом Святым Будучи священником Там же во Флориде В 1972 году еще Был крещен Духом Святым А до 1972 года Он был традиционным Греческим Православным священником И Как бы Не имел такого переживания В 1972 году Он пережил крещение Духом Святым Через своих Прихожанок Которые тайно Посещали Ну они посещали Свой храм Греческий Православный Там в Америке А тайно посещали В том этом Бриллиантовый урок Помните Тайно посещали Любовницу Третворное влияние Запада А кстати В оригинале Оказывается Было по другому Тайно посещают Синагогу Так вот И они тайно Посещали Что? Эти женщины Пятидесятническое Собрание А в начало Семьдесятых Была волна Пробуждения По всему Восточному И западному Побережью Волна Большого Пробуждения Духовного И вот И Бог Крестил Духом Святым И они В церкви Стали такие Знаете Такие Сестры Зажигалочки Такие Везде Они Как бы Как говорится Они были первыми Помощницами И батюшка Почувствовал Что-то неладное Что-то в них есть Такое Что нет ни у кого Больше вообще И даже у него Батюшки нет такого И он их однажды Вызвал к себе На ковер В офис И стал их раз спрашивать Ну-ка признавайтесь Что у вас есть такое Какая тайна у вас есть Ну они как бы Взяли и рассказали ему Так и так Прости батюшка Но мы ходим еще Кроме нашего собрания Кроме нашего храма Мы еще ходим К 50-никам И вот Теперь мы молимся На языках И вы что молитесь Вот так вот Тарабара Тарабара Голосолалии какие-то Да у нас это есть Ну-ка помолитесь Они там Что стали молиться Он Вот это да А я могу так научиться Батюшка Нет проблем Было бы желание И мы можем Помолиться Одним словом Но он не сразу Согласился Конечно Он размышлял Читал книги Сравнивал Кстати Он перечитывал У него прекрасная проповедь На эту тему Он перечитывал Проповеди И учения Симеона Нового Богослова Одного из Классических Отцов Греческой Православной Церкви Симеон Святитель Симеон Новый Богослов На русском тоже есть Его сочинения Я читал их Скажу Редкий священник в России Православный не знает Симеона Нового Богослова Его сочинений По крайней мере В семинарских программах Он есть 100% Его читают Но Я никогда не знал Что у Симеона Есть такие учения О кричении Духа Святым О молитвенных языках О дареисполкования О пророчествах Откуда? Я не помню такого Я как бы Думаю Что за ерунда? Я не помню такого Оказывается Я-то читал Русский перевод Синодальный Цензурный перевод Где целые главы И Были вырезаны И не переведены На русский язык На английском Есть полная версия Полное Бесцензурное Издание Симеона Нового Богослова Где Черном Знакомые тексты Были Не знакомы Для меня Совершенно Оказывается Целые главы У него У Симеона Вырваны Царской цензурой В 18-19 веках Говорят нам О кричении Духом Святым Создавлении Молитвы На иных языках И Но ему В свободном мире И тем более Англоязычному И грекоязычному Ему было проще Разобраться в этом вопросе И он сказал Эврика Да вы что А мы-то думаем Это сектанты Мы думаем Это только лишь Для вот этих Каких-то протестантов Оказывается Это наш Православный Отец Писал нам Об этом А мы Как бы Видели Книгу И ничего не видели Смотрели книгу И ничего не видели И вот Он попросил Этих сестер После Очередной Литургии Воскресной Он попросил При открытых Царских вратах Он вышел И стал Молиться И сказал Братья Сестры Так вот так Вот среди нас Есть такие вот Сестры Которые Крещены Духом Святым Я батюшку Этого не имею Но я хочу это иметь То что они имеют И попросил их Помолиться за него И за всех Желающих Некоторые Не поняли Отошли Но Большая часть Его прихода Подержала батюшку Тоже вышла вперед И говорит Сестры Помолитесь Из нас тоже И Дух Святой Сошел Батюшка Прихожане Стали молиться На их языках Петь в духе стали Бог тут же давал Дары Людям Очень потрясающе Дары Были случаи Исцеления Там же На этом служении Но Вся религиозная Мафия Получилась Против Этого священника Евсевия А потом Потому что Считали его Отступником Еретиком И прочее Но в 74 Году Через два года В его Знаменитом выступлении В суде Штата Флорида Он полностью доказал Перед судьей Перед всем Собравшимся Что На основании Писания И на основании Учения в православной Церкви Его переживания Нормальны Абсолютно И не являются Отступлением И архиепископия Греческая В США Издал тогда В 70-м году Официальный документ В котором Говорилось Епископы Подписались Представители Вселенского Патриарха Подписались Метрополиты Подписались После решения Суда Штата Флорида Подписали Что На основании Писания И учения Всей православной Церкви Крещение Духом Сознования Молитвы На иных языках И прочие Проявления Дары Являются Нормальными Адекватными И благоставляются Для Православных Христиан Очень интересно Да Многие наши Православные Даже не подозревают Что От нас Скрывают Очень многое В истории В учении Есть много Интересных Моментов Но Хотелось бы Сейчас Чем завершить Помолиться Благоставить Бога И Скажу Что из истории Много можно взять Всякого Я тоже Многие факты Из истории Знал и раньше Но Без Христа В центре Внимания Без Библии Как стержня Все эти факты У меня рассыпались И я делал Неправильные выводы Совершенно Как и тысячи Моих коллег Сегодня делают К сожалению Но Слава Богу За истину Божьего Слова Которое делает нас Свободными Слава Богу Отец Я благодарю тебя За этот вечер Благодарю тебя Господь За твое здесь Присутствие Благодарю тебя За истину Слова твоего Которое Освобождает нас Благодарю тебя За правду Истерическую Которую через Библию Божию Мы сегодня Открываем Для себя И которая Помогает нам Не запутаться В умствовании Своих Помогает нам Выйти на свободу Освободиться От бремени Во имя Иисуса Как сказано В псалмах Сеть Расторнута И мы Избавились Спасибо тебе Господь Я прошу тебя За тех Кто До сегодняшнего дня Может быть Находится в проблемах В определенных Духовных проблемах Я прошу тебя За наших Телезрителей Прошу тебя Господь Особенно за тех Кто Может до сих пор Омрачен В таком Находится Состоянии Обманутом Состоянии За тех Кто молится Богородица Другим Умершим Святым Или Кангелам Бог Святой Я прошу тебя Особенно За Священнослужителей Божих Ты совершил Моей жизни Чудо Соверши И в их жизни Господь Великое Чудо Обращение Пусть Не слепые Ведут слепых Преисподни Но пусть Прозревшие Ведут Господь Спасенных В царство Твое Благословит нас Господь Во имя Иисуса Христа И я прошу тебя За тех Кто Боже Вот с тех Незапамятных Ремен Находится Под действием Этого Религиозного Оккультизма Боже Пусть Придет Свобода Во имя Иисуса Христа Пусть Не дьявольские Подмены Но реальный Дух Святой Приходят В судьбу Тысячи Тысячи Миллионов Православных Христиан И христиан Других Номинаций Конфессий Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Аплодисменты Великому Богу Аплодисменты